В эфире программа «Парламентский вестник». С вами Кира Рогожина. Здравствуйте. Мы продолжаем знакомить вас с законотворцами региона. Герой этого выпуска, один из старожилов Краевой Думы, самая неоднозначная политическая фигура региона, заместитель председателя регионального парламента Александр Кузьмин. Александр Сергеевич, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, дорогие граждане, визитеры города Ставрополь, Ставропольского края. Александр Сергеевич Кузьмин, заместитель председателя Думы Ставропольского края, член Думского комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию, экологии, а также комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям. Руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» в Думе Ставропольского края. Родился в 1961 году. Окончил Пятигорский государственный технологический университет по специальности юриспруденция. Воспитал двоих детей, сына Кирилла и дочь Анастасию. Александр Сергеевич, мы не зря встретились именно здесь. Вы родились и выросли в Ставрополе, окончили пятую школу. Школьные годы для вас были чудесными. И вообще, вот за все это время, как изменился наш город, наш край и ваша жизнь? Да, я родился 22 ноября 1961 года в городе Ставрополь. Кстати, жил, мое детство прошло очень недалеко. Это вот по улице Дзержинского, 117, прям рядом с музеем изразительных искусств. Он был и в то время, слава богу, существует и сейчас. Учился я, вот она моя родная школа, средняя школа номер 5. Вы мне задали вопрос, были ли мои годы детства и учебы в этой школе счастливыми? Несомненно, они были очень счастливыми. Мне дали такое базовое образование, которым я пользуюсь до сих пор. Вот не в обиду будет сказать на вам, молодым людям. Я смотрю сейчас на иногда на выпускников наших престижных староходских вузов. Они не знают мало толики того, что нам не дали в школе номер 5. Ну, это может быть называется кругозор, наверное, да? Все-таки вот так вот. Я помню всех своих прекрасных учителей. Мне всегда были ближе, наверное, к гуманитарной науке. Я помню свою любимую ученицу по географии. Это Валентина Парковьевна Мирошниченко. Сергей Иванович у нас был. Фамилии запамятовал учитель истории. Конечно, помню прекрасного директора школы Николая Ивановича Воронова. Такой был серьезный, строгий мужчина. Но все они любили детей по-своему. Поэтому, еще раз говорю, настолько большой мне дало задел школу номер 5 и среднее образование, которое мы получили. Вот я закончил школу в 79-м году. Что еще раз повторяю, что до сих пор оно мне помогает в жизни. Сейчас такого образования, к сожалению, нет. У нас, наверное, век гаджетов, компьютерных технологий. Вот я смотрю, вот уже маленькие детишки идут, ходят. И они не читают книги, по-моему. Может быть, я не прав. Они уже сидят в гаджетах, сидят и играют в какие-то игры. Может быть, кто-то читает электронные книги. Но на самом деле, вот я уже давно не видел людей, которые держали в руках молодых, я имею в руках, настоящую классическую книгу. Александр Сергеевич, а вы сами как гаджетом увлекаетесь соцсетями? В соцсетях меня нету. Ну, это, наверное, мое личное мнение. Телефон у меня самый обыкновенный. Nokia кнопочный. Это также принципиально, понимаете. И поэтому, нет, я отношусь положительным. Я, конечно, пользуюсь на работе ноутбуками, планшетами, компьютером, стационарным, которым стоит сейчас на каждом рабочем месте. Отношение самое положительное. Только еще раз говорю, что, понятно, сейчас другой век. Сейчас у нас идет так называемая четвертая промышленная революция в мире. Поэтому без этого никуда не деться. Но я все равно отношусь к этому настороженно. Потому что вот эти все гаджеты, электронные все вещи, интернеты, они очень часто торгаются в личную жизнь человека. Мне это очень не нравится. В последнее время большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Вам эта тема близка. Вы же и сами служили в рядах вооруженных сил. Как вы считаете, вообще сегодня современному молодому человеку нужно ли служить в армии? Как вообще научиться любить родину? И можно ли этому научиться? Да, я служил в вооруженных силах Советского Союза, в Красной Армии, как ее называют, до сих пор многие называют. Я начинал служить в 81-м году в мае месяце в учебном полку в школе младших авиационных специалистов, которая готовила радистов для, сейчас об этом, наверное, можно говорить, для центров связи с дальней авиацией. Знаете, показывают красивый самолет, который выполняет боевые задания за границей нашего государства, такие белые, называют белый лебедь. В том числе, у нас учили, чтобы мы с ними связались на земле. Попал в штаб ВВС, МВУ, мне повезло, встретил очень много людей, о которых писали книги, снимали в кино. Я встречал там Кажет Дуба, маршала Пстыга, генерала армии, Лушева. В общем, тех людей, которые командовали Советскими вооруженными силами на тот момент. Служить должен и обязан каждый молодой человек, который гонит по состоянию здоровья. Сейчас, конечно, я надеюсь, что все-таки в последние годы, когда наш президент, да, Путин, стал обращать внимание на вооруженные силы, стали давать деньги, это правильно, несомненно правильно, это даже не обсуждаемо. И все-таки служба вооруженных силах опять начинает приобретать для молодых людей, опять какой-то, наверное, не то что там символ, как почетный символ. Нет, опять мы возвращаемся в те времена, когда это было почетно, приятно и необходимо. И девушки, наверное, любят молодых подтянутых, да, красивых молодых людей. Вот все-таки, Александр Сергеевич, можно ли научить любить Родину? Ну, я, опять же, по себе, по своей семье, я поздний ребенок, я родился, когда с ума ему было 54 года. У меня брат Дмитрий Сергеевич был от моего отца 49, он воевал, он нам рассказывал, там, ну, меня как можно было учить? Я это все воспитал, то есть во мне это, наверное, с кровью всего было, да, еще была система образования, опять же, повторяюсь, книги, кинофильмы, свой личный пример. Ваш путь в политику не был таким простым, как, возможно, хотелось бы. В свое время на вашу семью вылили очень много грязи, я имею в виду тот период, когда в адрес вашего брата высказывали обвинения определенные. Тем не менее, в выборную кампанию вы свой электорат набрали. Как вам, наверное, даже не удалось, как завоевали доверие людей? Что касается брата моего, Дмитрия Сергеевича Кузьмина, он был и есть моим единственным родным братом, поэтому тут комментарии, какие могут быть. Единственное, что я могу прогрессить, о которой вы спрашиваете, о которой буквально несколько лет захлебывали все те, кто мог и не мог, в том числе трогая не только брата, но и членов его семьи, меня, моего сына. Я могу одно сказать, если вы имеете в виду, виноват он или не виноват, я хочу одно сказать, я не следователь, ни прокурор, ни милиционер. Ни одного процесса на территории судебного, на территории нашего российского государства по поводу Дмитрия Сергеевича не было. И о степени его вины может судить только суд. Вы сказали, не очень простой путь был, я занимался, может быть, не самым большим, но бизнесом, и мне Дмитрий Сергеевич как-то предложил попробовать. Ну и попробовал, с первого раза получилось. Я стал депутатом Краевой Думы. Потом в этом же году я участвовал в выборах, тогда были одномандатные округа только, выборах в Думу Российской Федерации. В одномандатному Старопольскому избирательному округу, в который уходил Старополь, Невнамыч, Пакас, Киренко, Чебеевка. Меня, наверное, тогда подвела немножко моя самоуверенность, потому что ведет меня встречают люди, и я был уверен, что я стану депутатом. Но я проиграл, по-моему, один процент или полтора, представляете, что такое, да, мэру Невнамыска. Было на то много объективных и субъективных причин. Ну и вот, и поэтому, как бы, вот я второй раз не получился, я сильно не бескуражился. И пошел дальше. Вот у нас создали как раз в 2006 году партию «Справедливая Россия», куда я вошел. На самом деле, очень много значимых социальных законов в 2007 году. Можно не говорить до бесконечности. И сейчас вот пришли нормальные, меняемые люди, да, которые руководят «Единой Россией», Старопольским краем, вот у нас молодой, энергичный, да, умный, самое главное, губернатор Старопольского края Владимир Владимирович. И они оценили то, что мы приняли. И сейчас люди уже даже не помнят, кто принял закон о ветеранах труда, кто повысил выплаты детям-сиротам и так далее, и тому подобное. Кто придумал закон о статусе краевого центра, не помнят. Они знают, что это сделал Дума Старопольского края. Может быть, это и хорошо. Есть Дума, коллективный орган, тут нас избрали, вот мы вместе работаем сообще. А губернатор? Глазит Старопольским краем. Я только за то, чтобы ему помогать. Александр Сергеевич, вот за время, в начале нашей беседы, вы часто делали отсыл к советским временам. Но, тем не менее, политическую партию вы выбрали некоммунистическую. Как вообще формировался ваш, ну, скажем так, политический вкус и что повлияло на выбор? Партия «Справедливая Россия» — это социал-демократическая партия. Поэтому идеи социал-демократии, вы же видите, они в основном победили-то. В основном победили, по крайней мере, вот сейчас. Советское время, я же вам говорю, было очень много хорошего. Но я не могу, конечно, человек, который занимался немножко историей, книги читал, но все-таки анализировал все, что происходило. Но были не то что перегибы, были трагические страницы в истории нашей, правильно? Миллионы еще мне невинных, погубленных жизней. Это я читаю элита, мозги нации, которую мы еще будем долго-долго располнять. Поэтому идеи социал-демократии для меня очень и очень близки. В 2014 году вы пробовали себя в немножко новой роли, вы баллотировались в губернаторы. Что вам дал этот опыт и будете ли вы его использовать в вашей дальнейшей работе? Мне было очень интересно, получается, в губернаторских выборах. Хотя я прекрасно понимал, что это все будет очень непросто, потому что все-таки приехал новый, как говорят, мною глубоко уважаемый сейчас губернатор Владимиров, Владимир Владимирович, которого представлял президент Путин Владимир Владимирович, но за которым партия «Один Россия». Как ни бери, это самая мощная, самая крупная партия политической силы Российской Федерации. Люди, все мои члены партии, сын мой, как член бюро и как депутат, все помогали. Опыт огромный, опыт бесценный. И я очень счастлив, наверное, все-таки и доволен, что я был на этих выборах. Это ваша любимица, да, Жужа? Да. Как она у вас появилась? Я, сейчас сам скажу, в каком году, в 2014 году, был по делам депутатским в городе Георгиевске. Остановился, проезжая центральную часть Георгиевска около рынка, увидел собачка маленькая, ну и остановился, зашел на рынок, думаю, не убежит, может, купил ей пару сарделек. Она стояла, меня ждала, я ее покормил, а потом, чуть ли не чайским голосом, конечно, она мне сказала, да что, возьми меня с собой, вот я ее взял. Почему Жужа? Мультик, помните, наш российский хороший. Там была собачка Жужа, она любила своего хозяина, и когда про нее шел сказ, договорили, и пошли они до города Парижу, по пути концерты давали. Вот, зарабатывала денежки. Вот я ее подобрал, ей было примерно полгода, сейчас ей четыре, мы будем 8 марта справлять, и с ней живем в душа в душу. Что вы считаете своей самой большой победой в жизни? Самой большой победой в жизни, я считаю, я не знаю, может, это не победа, а может, и победа, вы правильно сказали, что я счастливый человек, и что выросил двух достойных детей, что у меня были очень достойные родители, у меня были достойные предки. О вашем сыне Кирилле известно достаточно много, он уже и депутатом успел побывать, сейчас он отстаивает права предпринимателей в должности краевого омбудсмена, а вот о вашей дочери Анастасии известно не так много, она персона не публичная. Расскажите о ней, пожалуйста. Вы знаете, Анастасия, да, она очень, ей вообще не нравится, что мы с Кириллом люди публичные, что мы занимаемся политикой, она совершенно другой человек. Ну, она тоже своего рода документарий, она закончила Московский лингвистический университет имени Мариса Тореза, она профессиональный лингвист, переводчик профессиональный. Несколько лет она работала в больших компаниях туристических, в том числе и за границей, а сейчас она работает, если вы хотите узнать, где она работает, чем она занимается. Она работает, у нас есть такая телекомпания в Москве, она работает в телекомпании Russia Today, редактор-переводчик, то есть занимается своим профессиональным делом. Что самое главное, чему вы учили своих детей, какими их достижениями особенно гордитесь? Вы знаете, детей с самого детства я учил, а может быть, простите за тавтологию, учил хорошо учиться, что нужно читать книги, нужно знать много о своем городе, о своей улице, о своем крае, о своей родине, вообще о мире надо знать все. Кстати, слава богу, они последовали моим советам, учились они неплохо. Вот этим я горжусь, то, что я им дал необходимый кругозор. Александр Сергеевич, напоследок мы вам подготовили небольшой блиц, всего пять коротких вопросов. Давайте начнем. Давай. Чай или кофе? Чай. Какую книгу вы читали в последний раз? Так, «Девушка в поезде» забыл, поправьте меня, вот еще будет такой фильм интересный, «Девушка в поезде» забыл автора. Дальше. Какое кино смотрели? «Снежную королеву», вторую часть, мультик. Ваше любимое кулинарное блюдо? Скорее, борщ. Приходилось ли вам в жизни о чем-то жалеть? Нет. Нет. Александр Сергеевич, спасибо вам за такой честный, открытый, откровенный разговор. Я думаю, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...